Здравствуйте, с вами Шоран Вер Медведева и сегодня я хотел бы поговорить вот о таких черкесских стреминах. Перед вами оригинал 19 века, побитый уже жизнью, но поговорить хотелось немного о другом. Хотелось бы поговорить о том, для чего вообще нужна такая большая широкая платформа на данном виде стремян. Дело в том, что на Кавказе в 19 веке распространена была обувь в основном с мягкой подошвой, то есть когда не было такой твердой подошвы, как мы привыкли сегодня. И данная площадка как раз нужна была для того, чтобы ногой с мягкой подошвой встать, упереться и держаться. То есть это стремя идеально для данных условий. Но в современности же мы обувь с мягкой подошвой не используем в большинстве своем. Мы используем рифленой подошвой, как нам сейчас удобно. И проблема в чем? Вставляя такую обувь в такое стремя, у нас большая вероятность того, что мы проскользнем и нога у нас уйдет туда, в глубь, что в свою очередь опасно. Дело в том, что возьмем для примера другое стремя, уже более-менее современное. Данное рифление создано именно для того, чтобы зафиксировать протектор подошвы в нужном положении. То есть мы вставляем сапог или в чем мы ездим в определенное положение и стремя в этом положении его уже держит, не соскальзывает. Здесь же у нас получается, что идет проскальзывание. Я не говорю о том, что данное стремя оно плохое или какое-то не такое. Нет. Данное стремя очень хорошее, но учтите, что ездить в нем надо в традиционной кавказской обуви. До свидания.